В истории человечества существует огромное количество мифов, связанных с космосом. Это пространство в различных легендах представляет собой обитаемый мир, населённый различными богами, демонами и другими духами. В мифах многих народов мира осталось упоминание о планете, которую предки современного человека считали центром возникновения жизни в нашей Вселенной. Можно отыскать легенды о том, что планету населяли могущественные существа, которые в процессе войны уничтожили себя и свой мир. Подобные легенды, возникшие на заре развития человечества, вызывают только улыбку на лице современного человека. Однако, что если подобные басни имеют достаточно реальные основания? Мог ли древний человек знать, что в нашей Солнечной системе было на одну планету больше? Ответить на подобный вопрос достаточно трудно. Необходимо подробно и объективно рассмотреть различные факты и концепции, которые существуют в современной науке. И уже основываясь исключительно на достоверных источниках, сделать собственный вывод. Мифы древнего мира. Шумеры – это одна из наиболее развитых и в то же время загадочных цивилизаций древнего мира. На сегодняшний момент ученые уверены, что шумерийцы имели обширные знания о Вселенной. Из найденных артефактов можно сделать вывод, что жители этой страны знали о существовании таких планет, как Плутон, Уран, Меркурий, Нептун, Венера. Кроме этого, ученым удалось найти и расшифровать глиняные таблички, которые датируются 6-м тысячелетием до н.э. На них упоминается планета Тиамат, которая прекратила свое существование. Исходя из текста, который был написан на них, следует, что Тиамат была уничтожена в результате применения сверхмощного оружия. Согласно этим же глиняным табличкам, можно сделать вывод, что это небесное тело находилось между орбитами Марса и Юпитера. Возникает вопрос, откуда древние люди, не обладающие специальным оборудованием, знали про это? Очевидно, что знания были переданы им от более развитой расы, которая посещала нашу планету. Коренные жители Южной Америки подробно описывают события, которые происходили на исчезнувшей планете. Так, согласно легендам Майя, созданные богами существа восстали против них. Поводом стало желание получить власть и контроль над галактикой. Многие из богов погибли, ведь против них применяют оружие колоссальной разрушительной силы. В мифах индейцев Южной Америки это описывается как вспышка света, испепеляющая и сжигающая все вокруг. Когда оставшиеся боги поняли, что им суждено проиграть эту войну, то они использовали оружие еще более ужасное и разрушительное, в результате чего планета, где созданные ими существа, попросту разлетелась на мелкие кусочки. В эпосе древних индусов также описывается подобное событие. Боги обратили свое внимание на планету, которая являлась пятой в нашей Солнечной системе. Там они и создали первых разумных существ, чтобы те восхваляли своих создателей и стремились к совершенству. Однако по неизвестным причинам началась война между богами и этими существами, которые в конечном итоге верховный бог Вишну на своей колеснице, пронесясь над этой планетой и уничтожил ее, раздробив на мелкие кусочки. Но не все существа, которые населяли эту планету, были уничтожены. Многие бежали, гонимые грозным богом, по Вселенной. Некоторые из них скрылись на Земле. Может показаться, что подобные легенды являются самой настоящей выдумкой и не заслуживают никакого внимания. Тем не менее, уже в 16 веке произошло событие, которое не позволяет столь скептически относиться к легендам древних народов. Первое открытие. Первым астрономом, который озвучил идею существования планеты Фаэтон, является Иоганн Кеплер. Проводя в 1596 году исследование небесных светил, он заинтересовался пустым местом, которое находится между Марсом и Юпитером. Кеплер предположил, что между этими двумя планетами находилась еще одна, которая по неизвестным причинам прекратила свое существование. К сожалению, трудные отношения Кеплера с Римской Церковью стали причиной того, что его научные изыскания стали запретной темой, и предположения ученого были преданы забвению на целых 200 лет. Официальное открытие. Лишь спустя 200 лет ученый из Палерма, Пианце Дзюзжеппа, сделал сенсационное открытие. Им было установлено, что в Солнечной системе на фоне созвездия Тельца находятся остатки неведомого небесного светила. Открытие было сделано случайно. В процессе создания звездной карты им была обнаружена точка на звездном небе, которая двигалась в другую сторону по отношению к вращению небесных тел. Продолжил исследование данного открытия Карл Гаут. Именно он сделал подробный расчет движения следового небесного тела. Согласно этим данным, траектория движения объекта проходит между Марсом и Юпитером. В последующие 20 лет были сделаны открытия еще нескольких подобных небольших объектов. Они словно двигались один за другим и имели аналогичную отправную точку. Это стало поводом для того, чтобы ученый-астроном Альберту сделал заключение, что все найденные небесные тела являются остатками некой планеты. Было принято решение дать этой планете имя Фаэтон. В 1891 году было сделано еще одно, так сказать, дополнительное открытие. Ученые, исследуя пространство, которое находится между Юпитером и Марсом, были поражены увиденным. Астрономы насчитали более 320 различных малых тел. Однако на данный момент уже открыто более 40 тысяч небольших астероидов между указанными планетами. Подобное скопление не может быть случайным. В этом месте находилась неизвестная современная науке планета, которая была хорошо известна древним цивилизациям. Возникает огромное количество различных теорий и вопросов. Что же произошло с этим объектом? Планета Фаэтон – выдумка? В научном мире до сих пор не существует единого мнения относительно существования данной планеты. Однако Теомат упоминается в различных древних мировых цивилизациях. В 1951 году ученый Шмидт разработал концепцию, согласно которой подобное скопление астероидов и метеоритов в одном месте является ничем иным, как влиянием солнечного гравитационного поля на различные мелкие объекты. Подобные аномалии являются причиной формирования столь странного и загадочного кладбища астероидов между Марсом и Юпитером. Казалось бы, наконец-то в научной среде возник консенсус в отношении данного вопроса. Все легенды и мифы древнего мира можно спокойно принимать за выдумку наших предков. Вновь в 2000 году произошло открытие, которое вновь внесло диссонанс в научную среду. Неожиданное открытие. В 2000 году в горах Антарктиды был обнаружен метеорит, возраст которого превышает 25 тысяч лет. Согласно различным исследованиям, было установлено, что этот метеорит якобы является частью Марса. В результате проведения более глубоких изучений астероида были сделаны выводы, что кусок упавшего метеорита не имеет никакого отношения к Красной планете. Химический состав элементов, входящий в его состав, значительно отличался от химического состава Марса. Поэтому среди ученых вновь заговорили о возможности существования планеты Фаэтон. Разрушение планеты Большинство ученых находится во мнении, что планета была разрушена 25 тысяч лет тому назад. В научной среде не существует единого мнения относительно того, что стало причиной столь значительной катастрофы, которая привела к образованию столь многих осколков. Представители консервативной науки предполагают, что планета столкнулась с огромным метеоритом, который двигался в нашей Солнечной системе с очень большой скоростью. Необходимо отметить, что масса подобного астероида должна была превышать одну вторую часть массы планеты Фаэтон, чтобы произошли подобные разрушения. Наука не знает астероидов подобных размеров. Теоретически астероиды подобных размеров могут существовать в открытом космосе. Кроме этой версии, астрономы рассматривают еще несколько вариантов того, что могло произойти с планетой Фаэтон. Исследователи не исключают, что она могла взорваться ввиду активности вулканического ядра внутри планеты из-за чрезмерного приближения к Юпитеру. Разрушение планеты могло быть также из-за столкновения с собственным спутником. Так, по предположению ряда исследователей, в нашу Солнечную систему могла войти в блуждающая планета или ядро потухшей звезды, в результате чего траектория движения Фаэтона и его спутника была нарушена. Это и стало причиной столкновения и, как результат, гибелью обоих небесных тел. Наряду с этими интересными теориями существует мнение среди специалистов исследовательского центра космического агентства НАСА. Оно заключается в том, что планета попросту спряталась от наблюдения на внешней орбите Плутона. В результате перехода из одной орбиты на другую Фаэтон сбросила часть планетарной коры. Подводя итог, можно сделать вывод, что планета Фаэтон или Теомат, как ее называли различные древние цивилизации, была известна еще задолго до нашей эры. Ответить на вопрос, как про нее узнали наши предки, возможно. В современной его науке не существует единого мнения, касающегося судьбы этой планеты. Различные случаи столкновения землян с пришельцами и фигурирующие в этих контактах упоминания о планете Фаэтон создает огромное количество вопросов, на которые человечество на данный момент ответить не может. Спасибо за внимание и до новых встреч!